МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Гриль» и я, ее ведущий, Максим Красовский. Сегодня вам расскажу, как приготовить замечательный салат из печеных овощей. Салат из печеных овощей – это очень вкусная, полезная, а главное – красивая закуска. Хорошо подойдет к ужину и даже к обеду на природе либо дома. Готовить мы будем этот салат из следующих продуктов. Нам понадобятся цукини, болгарский перец, баклажаны, вяленые томаты, маринованные артишоки, сыр пармезан, кедровые орешки, оливковое масло, чеснок и лимон. Несмотря на простые ингредиенты, наш салат получится достаточно сытным, а главное – вкусным. Что можно сказать о кухне, то она достаточно простая, да и как вообще вся итальянская кухня. Собственно, в Риме я попробовал этот салат после длительного дня, после того, как я обошел весь Колизей. Я, естественно, проголодался и решил поужинать. Выбрал самое неприметное кафе, в котором были только местные жители. А ели они именно этот салат. И, собственно, мне официант, он же и хозяин этого заведения, он же и повар предложил мне этот салат. Мне салат этот очень понравился. Давайте попробуем его сейчас вместе приготовить. Нам нужно подготовить овощи. Затем эти овощи обжарить на гриле. Нарежем цукини. Да, и, кстати, пришло самое время дать вам пару полезных советов. Хотите научиться резать, как настоящий шеф-повар? Сейчас я вам дам важные советы, как это делать. Во-первых, резать все надо на доске. Ни в коем случае ни на столе, ни на подоконнике, и даже ни на полу. Ни в коем случае нельзя нарезать овощи на весу. Всегда выбирайте более устойчивую поверхность. Вот на примере морковки, она круглая, и всегда она шатается, скользит. К ней неудобно подобраться. Сделайте маленький надрезик. Выровняйте поверхность и плотно уложите морковку. Вот в этом положении будет очень удобно нарезать, быстро и безопасно. Не скользит, не шатается. Что такое нашинковать? Нашинковать – это нарезы тонкой соломкой. Сейчас я вам покажу, как это сделать быстро и, главное, аккуратно. Как правильно держать нож? Ногти поджимаем вовнутрь, костяшки выпираем, на них облокачиваем нож. И, как видите, он не достает до кончиков пальцев. И вот с этой позиции мы можем смело, свободно и быстро нарезать. Вы, наверное, неоднократно видели, что шеф-повара при нарезке могут даже не смотреть на нож. Они чувствуют его своими костяшками пальцев. Вот на примере я вам сейчас покажу. И вот таким вот способом мы нашинковываем. Обратите внимание, я не смотрю на то, как я режу. Я чувствую пальцами. Какие есть виды шинковки? Есть вид шинковки от себя, когда вы лезвие ножа направляете от себя. И ни в коем случае не поднимайте носик. Опираете нож на носик и такими поступательными движениями от себя начинаете шинковать. Кому неудобно от себя, вы можете попробовать на себя. Все то же самое. Опираете кончик ножа и движениями на себя. Ни в коем случае нож не отрываем. Просто ведем его, смотрите, на себя. Нож не отрываем, а вводим по доске. Конечно же, не все сразу у вас получится. Но если вы приложите максимум усилий и терпения, то через некоторое время вы будете резать, как настоящий шеф-повар. Ну а теперь давайте вернемся к приготовлению нашего блюда. И нарежем баклажаны. Также перец. Перец нарежем крупно. По половинке будет достаточно. Обязательно удалим семенные гнезда. Вот таким вот способом. Много не срезайте, потому что здесь тоже находятся питательные вещества. Так, ну и давайте замаринуем овощи. Замаринуем солью, с перцем, оливковым маслом. Погружаем все в одну миску. Так, посыпем солью. Приправим обязательно перчиком. Не жалейте перчик. И оливковое масло. Ну и пока у нас маринуются овощи, давайте подготовим один из главных ингредиентов этого салата. Это соус. Соус мы приготовим из вяленых томатов, кедровых орешков, пармезана и чеснока. Вяленые томаты. Что за вяленые томаты? Достаточно необычный ингредиент для нашей кухни. А вот итальянцы используют почти их в каждом блюде. Вялят томаты только на солнце. Вообще вяленые томаты не так давно вошли в итальянскую кулинарию. Их не так давно стали использовать в приготовлении блюд. Как я и говорил, итальянцы используют помидоры почти в каждом блюде. В качестве отдельного ингредиента. Добавляют в пиццу, в пасты. Делают всевозможные соусы, заправки. В нашем блюде мы будем использовать их в качестве заправки и приготовим песто из вяленых томатов. Давайте я вам покажу, как это делается. Для приготовления соуса нам не обойтись без блендера, потому что нам нужно будет все взбить в пюреобразную массу. Поэтому, если на природе у вас не окажется, лучше подготовьте этот соус дома. А я воспользуюсь блендером. Загрузим наши ингредиенты в чашку. Достанем томаты из масла. И пробьем. Но масло это не выливаем. Мы будем его использовать также для этого соуса. И пробиваем. Также добавляем сюда орехи. Сыр пармезан. И масло, которое у нас осталось. И хорошенько взбиваем. Надо добавить еще масло. И немножко соли. Соус у вас должен получиться пюреобразной массы с вкраплениями ореха, сыра. Достаточно такой рыхлый и с комочками. Давайте выложим его в тарелку. Все надо до последней капли. Потому что соус необыкновенно вкусный. Соус готов. Можно приступать к обжарке овощей. Они у нас как раз замариновались. Для этого мы просто положим на решетку и обжарим с обеих сторон. Ну и еще один очень интересный ингредиент в нашем салате. Это артишок. Что такое артишок? Артишок – это нераспустившаяся почка растения. Ну, наверное, чем-то напоминает розу. Много очень слоев и в таком бутоне. Римляне вообще не представляют свою кухню без артишоков, как и без вяленых томатов. Это два ингредиента, которые они очень любят. В свежем виде он имеет такой слегка ореховый вкус. Но мы будем использовать в маринованном, так как эти овощи в свежем виде долго не хранятся и готовятся сразу после того, как их срезали. А так как мы находимся не в Италии, находимся на даче, нам придется пользоваться маринованным. Но это будет ничем не хуже, чем свежий, потому что маринованные артишоки также имеют очень приятный и необычный вкус. Их мы подготовим и тоже обжарим на гриле. Так, разрежем артишоки пополам и отправим вместе с овощами на решетку. Следите постоянно, чтобы у нас был хороший жар. Но без огня. Соус мы приготовили, подготовили овощи, они у нас обжариваются. Нам только осталось дождаться, пока приготовятся овощи на гриле, все это собрать, соединить в одно блюдо. Самое время наших овощей. Они у нас готовы. Давайте снимем их с гриля и нарежем для салата. Сильно запекать их не надо, все-таки это салат. Надо, чтобы овощи сохранили вкус. Воспользуюсь своим любимым пинцетом. Ну и овощи нарежем крупно. Буквально на 2-3 куска. Мельчить не надо. Итальянцы делают именно так. И я их в этом вопросе полностью поддерживаю. Я считаю, что овощи должны быть крупными. Да и не только овощи. Все ингредиенты, будь то салат, будь то горячее блюдо, должны выглядеть эффектно. Должны выглядеть крупным куском. И мы режем циккини. Дорежем наши все овощи. И смешаем с соусом. И соединим все в одной миске. Очень все аппетитно выглядит. Хочется уже попробовать, не доводя все до логического завершения. Но потерпим. И добавим зубчик чеснока. Оп. Его мы раздавим и мелко порубим. Ну и пришло время нашего чудесного соуса песто. Песто из вяленых томатов. Но употребляет не сам соус, а сами вяленые томаты. Так. И добавим немножко оливкового масла. И слегка перемешаем. Мять овощей не надо, чтобы не нарушить их форму. Они и так у нас пожаренные, мягкие. Поэтому очень аккуратно. Ну и давайте выложим это все на тарелку. Салат получился очень сытным. И, я бы сказал, даже не просто сытным, а полезным. Мы приготовили салат на две порции. Вот. И давайте добавим зелень. В этом миксе зеленых салатов руккола, корн, листики мангольда, листики зеленого салата. Можно добавлять все, что есть у вас на огороде, либо в холодильнике. Посыпем обязательно пармезаном. Пармезан – это тоже единственный, наверное, продукт, который абсолютно используется в каждом блюде у итальянцев. Они его очень любят. Давайте добавим немножко песта. Именно такой салат я попробовал в Италии. Мне он очень понравился. Я решил сегодня поделиться с вами этим замечательным рецептом. Ну что, эксперты, вы готовы продегустировать настоящую итальянскую демократическую кухню? Настало самое время. Давайте подходите, будем пробовать. Ура! Эти новомодные вяленые помидоры, артишоки. Подходите, пробуйте. Прямо с тарелки. Прямо так, да. Вкусно? Мне тоже было очень вкусно, когда я был в Италии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Прямо субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова